Привет, ребят! Ну, во-первых, хотел бы, конечно, всех поздравить, потому что теперь-то на самом деле можешь уже, дружище ты, не выходить на площади там Мадрида, Лондона, там, короче, и прочих всяких этих Берлинов, а можешь просто ехать и служить. К тому же тебя к этому уже побуждают и говорят, что все, хватит просто ходить с речевками, обвешанными флажками, долбанными по площадям европейских городов, хватит уже в Канаде больше всего любить Украину. Можешь ехать, потому что мы тебе не продлим документы. Вы знаете, что Америка, это ВЛКП РМО, что Америка дала все-таки пакет помощи, но возник вопрос, как бы, кто будет воевать этим оружием, поэтому 250 тысяч еще как минимум надо. Где их взять? Да мы же знаем, где их взять. Одно из самых спорных нововведений в недавно принятом мобилизационном законе, ужесточенном, да, заключается в том, что во время действующего военного положения военно обязанные лица смогут получить консульские услуги только после предъявления военно-учетных документов. А таковых в Европе имеется, я бы сказал, ни много, ни мало, но это реально много. 650 тысяч человек. 650 тысяч, которые могут сейчас пойти в наступление, там, это самое, ну, смотрите, я сразу же вычеркиваю из них людей адекватных, я сразу хочу с самого начала понять, троллинг троллингом, но людей адекватных я вычеркиваю, не тех тварей, которые доставали всех, ходили, рассказывали, как родину любить, со своими долбанными, повторяю, вонючими речевками и флажками, да, а тех адекватных людей, которые, спасаясь от войны, выехали и живут себе спокойно. А вот этим вот, теперь прямая дорога туда, возвращайся, повертайся. Я вон, ну, про Кулебу сейчас поговорим, но под статусом Кулебы я написал, там, вот, класс, повертайтесь. Да столько оскорблений понеслось. А некоторые уже приделали к флажкам, немецкие флажки, они уже немцы, немцы вы. Новшество касается и тех, кто покинул Украину до 18-летия и на учет не становился. Им надо теперь вернуться в Украину и отметиться в ТЦК. Только здравый смысл подсказывает, что никто из супер-патриотов, уже подросших, а ко мне я вам рассказывал, подходила 16-летняя быдла, и там рассказывал тоже, что ты тут делаешь там, вот этот 16-летний, сейчас ему как раз уже 18, он же домой не вернется. Нет, конечно. Сам факт обсуждения того, что уехавших будут стимулировать возвращаться домой, но и спровоцировал большие очереди под украинскими учреждениями в Европе. Многим захотелось на всякий случай продлить свой документик, не дожидаясь новшеств от своей любимой, горячо любимой батькивщины. Очереди некоторые стояли, еще занимали как бы с вечера на утро. И очереди касались также ГП-документ, которое подчинено миграционной службе припринимать заявки на выдачу паспортов. Незадолго до подписания закона вышло интервью с представителем Зеленского Верховной Ради, Венеславским. Это тот чувак, который, кстати, рассказывал, как меня там выдадут и все, вы правдивый человек. И он успокаивал всех. Успокаивал, и знаете, я смотрю на него, и я ему верю. Он говорит, нужно успокоить граждан, которые временно пребывают или проживают в других странах. Никаких обязательств по возвращению в Украину, которые наступали бы после актуализации или получения военно-учетных документов, не существует. Такие механизмы, в принципе, очень сложно представить. Ты пойми, власти только важно понять просто. Ты там стоишь на учете, не стоишь, где ты находишься, там и так далее. Все. Ну все. Ты, конечно, будешь говорить, а эти все данные можно отправить по электронке. Ну не умничай, пожалуйста, братка. Власти важно вот так вот, чтобы прошло все. Но это ничего не значит. Тебе никто не собирается там это. Ну ты что, не веришь своей собственной власти? В самом деле это ничего не значит. То, что пытаются мобилизовать даже мертвых, таких, к примеру, как спортивного журналиста Артема Франкова, который давно умер, так это, наверное, они просто готовят какие-то битвы мертвецов или что? Атаки мертвецов, о, но мертвец, подумай, он же умереть уже не может, это же выгодно получается, иначе объяснить эту хрень нельзя. Те же, кто получит документ дистанционно, могут уточнить сведения о себе через электронную почту, по телефону, в случае того, что им необходимы консульские услуги. Поэтому тут никаких проблем нет, никаких негативных последствий для людей не будет. А вы что? А вы знаете, что еще и говорят, как она? Повестка, это еще не значит, что тебя отправят на передовую. Все же, как они мечтают, да? За 18 километров сидеть в теплой комнате, чуть-чуть, оператор дрона. 16 апреля Зеленский подписал закон, в срочном порядке его опубликовали 17 апреля. По словам Верховного Главнокомандующего, у всех граждан равные права абсолютно, но нужно мобилизовать больше молодежи, потому что она лучше ориентируется в современных технологиях. Но вы вдумайтесь, Брэдли, Абрамс, современные технологии, даже спорить никто не будет. Или, наверное, БТРМ-113, которые выпускались в 60-х годах. Более современной технологии представить сложно. То есть, когда слушаешь вот это, понимаешь, даже при всем презрении, что это все-таки президент страны, и вот так вот чешут современные технологии. Говорят, молодежь просто разбирает. Это та молодежь из сел, которую сейчас набирают, с полей, которую забирают. А наша ли там высокотехнологичная? Но он оторвался от жизни уже. С 15 апреля, то есть за месяц до того, как закон должен вступить в законную силу, в зарубежных отделах паспортного сервиса в странах Европы установили обязательную предварительную электронную подпись. Консульство в Лондоне создало отдельную форму записи для тех, у кого в ближайшие два месяца закончатся паспорта. Все это было сказано так. На всякий случай. Я думаю, это не на всякий случай. Это суровая необходимость. Потому что я вот видел, что консульство российское в Лондоне забросали там какую-то херню. Наши добрые молодцы кричали там и дэй, и бежэй, и там в масках. Они теперь могут это сделать. Забросать не яйцами, к примеру, а гранатами. Забросать российские танки. И все, хватит прятаться, ребята. Вперед. И вот уже СМИ опубликовало письмо, подписанное первым заместителем министра иностранных дел Сибигой, которого недавно перевели на эту должность из офиса президента. И с текста следует, что защита суверенитета и территориальной целостности Украины является делом всего народа, а в стране введено военное положение. Поэтому с 23 апреля 2024 года временно приостановить осуществление консульских действий для мужчин возрастом от 18 до 60, кроме тех, которые касаются оформления удостоверений на возврат в страну. Всех впускать, никого не выпускать. Надо постоянно напоминать этим украинцам, которые уже просто задолбали государство пользоваться своими правами, что у них есть еще и обязанности. Прав вам наделило государство от сих до сих. Ты завален этими правами практически из Украины. Ты так много получаешь благодаря этому гражданству. Ну вот серьезно, без виз, да. Так и у молдаван тоже без виз. В курсе? Короче, друзья. На самом деле, для тех, кто не сталкивался с консульскими услугами, поясняем перечень предоставляемых услуг. Помимо продления загранпаспорта и выдачи паспорта гражданина Украины, также внесения в загранпаспорт информации о несовершеннолетнем ребенке, регистрация рождения, получение гражданства, паспорт или загранпаспорт, установление опекунства, попечительства, решаются нотариальные вопросы, выдача свидетельства о праве на наследование, право на часть собственности, засвидетельствование завещания, заверение электронной подписи, копии документов, правильности перевода, выход из гражданства Украины, ЗАГСы регистрируются также через консульство. То есть одним рощерком пера величайший из всех руководителей, которых только видела Украина, во-первых, отнял у граждан имущество, во-вторых, отнял у них права о передаче имущества, о правах наследования, даже о вступлении в гражданство. Он просто их лишил этого права. Уже на следующий день после публикации инсайда ГП документ сообщило, что по техническим причинам выдача готовых документов в заграничных подразделениях приостановлено. Некоторые дипломатические учреждения, это типа как консульство в Польше, в самом деле приостановили прием документов от мужчин, пока разрабатываются механизмы и ждут указаний от МИД. Другие, как консульство в КНР, прямым текстом опубликовали распоряжение Сибиги, которое раньше было слито в сеть. Получаются те самые механизмы, которые, как говорил представитель Зеленского, Венеславский, не укладываются типа в голове, теперь укладываются очень четко. Граждане Украины, которые находятся за границей, мужского пола, подпадающие под мобилизацию, будут поставлены в условия, когда они не могут получить документы и не могут осуществить ряд действий, которые могут осуществить граждане, к примеру, Лаоса или граждане Конго, Демократической Республики. На самом деле демократической, знаете, когда смотришь на Украину, в офисе надеялись, что кислород перекроют европейские партнеры, потому что граждане, которые не имеют документов, а я уже говорил, и в Телеграм, говорил, и в ТикТок, я говорю, что... Дело в том, что пока что с лицом олигофрена и слюной текущей, из уголка рта, правительства, европейские государства, наблюдают за этим беспределом, и ничего не говорят, ничего не делают. Они даже, наверное, не осознают, но они одноходовые обычно, на два шага вперед не думают. У них на территории появляется огромная армия мужчин без документов. Когда говорят, выдаются там какие-то другие, не выдаются бумажки, которые ни в коем случае не являются документами. По этим бумажкам, ну, мало того, сколько криминала уже осело в Европе, но могут осуществляться самые разные деяния. И вот эти вот европейские лидеры, им бы сейчас, как бы сказать, свою фе Зеленскому, а что ты делаешь? А ты на нас теперь это вешаешь? А как нам теперь уследить за таком количестве людей, не имеющих документы? В офисе президента тупорылые обезьянки думали, что европейские государства начнут их отправлять, высылать, депортировать. Но европейские государства не торопятся это делать. Уже к обеду появляется комментарий министра Кулебы, который через твиттер хлещет у хеллянтов по роже, так не работает. У нас в стране война. Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязательств перед Родиной. Именно поэтому я вчера поручил ввести меры о восстановлении справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за границей. Это будет честно. Ох, как они любят вспоминать сразу про честность, справедливость, да? Но они не вспоминают про честность и справедливость, когда вводят какие-то меры, напрямую противоречащие, к примеру, Конституции, или там, когда вспоминают про их собственных детей, их родных и близких, которые не служат, они как бы забывают сразу про эту честность и справедливость. Поддержал это нововведение Стерненко, кстати, находящийся в глубоком тылу и освобожденный от армии, равно как и все его коллеги. Мало собирать с лохов деньги, надо еще и уметь их хорошо потроллить. Зеленский тоже говорил, что хочет видеть справедливую мобилизацию, а не чтобы добровольцев с маршруток снимали на фронт. После его жесткого заявления никто не перестал так делать, кстати. Тут очень странные вещи получаются. Как много кричали про освобождение от московского наследия, но случайно так ввели крепостное право. Но теперь, конечно же, с одной стороны, очень хорошо, что все эти козлы, которые кричали о всеобщей мобилизации, о том, как надо необходимо родину любить, идти на фронт, из-за рубежа, они имеют возможность сокровенную просто свою мечту осуществить и отправиться на фронт и показать, как оно надо и пойти в первых рядах с пистолетом освобождать Бахмут. Вперед! С другой стороны, все-таки таких крикунов и ублюдков я вижу процентов 10. Вот они обычно и ходили по площадям, здоровенные, ходили с влагами, там все, там убить, там всех, и это, и вперед убивай, убивься. Ну, конечно, 90% это люди, которые реально задолбало это вонючее государство, которые свалили и из-за войны, и просто потому, что их это государство уже просто заколебало, возможностью, окном, возможностью воспользовались и свалили из этой помойки, да, сейчас пытаются там укорениться, чтобы их дети поменьше болтали, на этом не покороче. Мобилизационный потенциал, конечно, огромен, потому что, если бы наступление российское было в 24-25 году, то вы представьте, 650 тысяч бросить, они бы не только отбили наступление, они бы реально захватили Москву, 650 тысяч здоровенных, мотивированных, я читаю твиттер, вот у Кулеба, я же говорю, прокомментировал, а там такие матюки в мой адрес, а шо, а ты там не в мэр, они все спрашивают, кто-то должен прийти в МНФБЭйте, кто-то должен пойти захватить Москву, кто-то где-то, иди вперед, давай двигай, захватывай Москву, вперед, я же думаю, что никакого вперед не будет, будут судорожные попытки сейчас быстренько натурализоваться, там в стране, где ты находишься, будет снижение количества марширующих по площадям с красными рожами, да, и с флажками своими долбанными, их как бы, а вот количество тех, кто на пособии там будет сидеть тихонько, увеличится, но тем, кто остался в Украине, тоже надо сильно радоваться, потому что порадовал министр юстиции Малюська, государство будет делать так, чтобы все были равны перед законом, чтобы те, кто хочет защищать страну, не находились в худшем положении, чем те, кто этого не хочет, скорее всего они дойдут и до ограничения предоставления услуг внутри страны, а на беженцах сейчас просто опробуют ноу-хау, смотрят, как получится, не получится, может Европка что-то вякнет, Европка молчит, пока что получается, и пока что я вижу, как из страны, которая заявляется демократичность, ну это вообще смешно, да, но вот из волы Любных сделали такую биомассу, на которой можно пробовать все что хочешь, хорошо, нет, но нет так нет, пока.